всем привет дорогие друзья это второй выпуск рандомного гайда по принципу мы выбираем любого монстра через сайт random.org либо что-то подобное и я делаю на него так скажем live обзор то есть по ходу дела не подготавливаясь к нему и так далее и тому подобное и так в принципе начнем в этом нам поможет такой прекрасный сайт как rent ставру ну неважно принципе здесь обычный рандомник через через который прошу прощения камеру выставлю кстати по поводу камеры ребята если кто-то мне поможет в этом плане очень буду рад вам возможно кто-то снимал через это приложение какое-то ваше очень хорошее то есть что мне нужно от камеры чтоб вот я покажу мышкой сейчас если кого это заинтересует внимательно чтобы не было вот этой вот нижней полоски я покажу вот верхней вот этой полоски так как я убираю ну честно это просто облегчит мне жизнь отчасти и чтобы была возможность камеру приложение для камеры поставить поверх всех окон то есть чтобы она закрепилась и все неважно какое окно включаю и тому подобное так как в дальнейшем я уже задумался в плане стримов и так далее и тому подобное я уже и канал создал общаюсь на твиче с людьми которые давно это делают для того чтобы с первого видео сделать более менее качественный назовем так контент вот поэтому если у вас есть какое-то очень хорошее приложение для камеры то позор пожалуйста скидывайте мне ссылки я скачаю посмотрю что это вообще такое и так далее то есть мне нужно самое главное простота без лишних вот этих вот полосок никаких там нагромождений всего так как видите я делаю захват части экрана то есть мне не нужны лишние детали и самое главное чтобы желательно чтобы камера была поверх всех окон это первое для меня что самое главное вот итак вернемся к игре и насколько я посчитал героев мон монстров точнее в игре от 3 прошу прощения уже заговариваюсь от 3 звезд до 5 79 штук одного класса то есть я к примеру взял огненных и посчитал от 3 до 5 звезд 79 разных монстров следовательно через этот генератор прошу прощения 5 камера пропала вот вы видите вот мы ведем число от 1 до 79 и если я не делал обзор на одного из этих монстров то я проведу раз обзор на него если я уже делал то просто еще раз нажму естественно сгенерировать итак поехали число 8 число 8 возвращаемся к игре и так будем рассматривать число 8 часа посмотрю во первых не делали я ничего подобного этих персонажей сразу через авейкнутый будем смотреть так стоп и начинаю с трех звезд значит при авейке это четыре звезды и выше и считаем раз два три 4 5 6 7 8 вот сегодня мы будем обозревать наших огненных водяных всех собратьев и так далее то он потом прошу прощения закрываю браузер чтобы мне меньше лагала и так перейдем в принципе да и начнем принципе с огненного представителя этого класса зовут и вот так тагарос вот на арене по началу игры вы можете очень часто встречать в принципе пройдемся сначала я думаю по скиллам первый скилл атакует сильнейшим ударом увеличивает уровень атаки на 30 процентов при критическом ударе то есть что принципиально сделать для этого монстра то есть желательно сто процентов крита либо сделать у него по моему лидерка на крит да вот если вы его поставите в лидеры к примеру то есть ему шанс крита можно довести до 67 то есть 77 процентов следовательно у него будет сотка вместе с его лидеркой либо использовать какого-то бафера типа там рока кого еще можно до любого принципе бафера с ним в пати кстати мы будем рассматривать дальше водяного который тоже с ним очень неплохо заедет даст ему баф который добавит 30 процентов то есть желательно для этого персонажа минимум 70 процентов крита и тогда он будет и ходить быстрее и критовать в принципе что удаст вам больше урона неважно даже в принципе сколько у вас будет кд то есть крит дамаги самое главное чтобы он ходил быстрее то есть вот в чем плюс этого персонажа ну и в принципе дамаг у вас по-любому вырастет если вы будете критовать перейдем ко второму скилу второй скилл масса вы атакует всех врагов защиту на 2 хода то есть это массовый раскол принципе очень неплохо поэтому этот персонаж заедет что на арене что на что в башне в принципе массовый раскол это всегда хорошо плюс есть возможность одеть его в тот же despire сет к примеру у вас despire завалялся и там я не знаю четвертый слот у вас там на крит шанс до руна у вас более-менее слабенькие но у вас попался там в четвертый слот крит шанс и вы не знаете кому вообще втыкнуть этот despire с этим крит шансом вот в принципе для вас вариант неплохой и станет получается массово ну 25 процентов естественно шанс и критую часто поэтому неплохо перейдем к третьему скилу атакуют врага огромными территом чтобы глушить врага наносит постоянный урона оставшийся врагам на три хода честно вот я не помню что певу когда-то он у меня был естественно в первые там не знаю недели месяцы моей игры я его активно использовал на арене но потом естественно его скормил либо куда-то делал не помню явно не удалил скормил по-любому то есть здесь я не ручаюсь на сто процентов я не могу вам сто процентов сказать так вы видите многих монстров я не использовал и сто процентов как работает скилл я тоже сказать не могу подготовиться заранее гайду тогда он уже будет и называться по-другому как минимум на ю тубе поэтому что скажу об этом скиле скилл очень полезен так как шанс стана у него якобы якобы ну можно сравнить приблизительно как со станом тайрона то есть шанс фактически такой же я думаю почему он должен быть хуже у тайрона же не прописано до сто процентов шанс крита а там уже зависимость от резиста и тому подобное то есть поэтому здесь в принципе такая же должна быть система плюс есть дот на три хода это в принципе неплохо и вариантов здесь два либо он станет персонажей и тех кого он застанил он им не закинет дот либо закинет и им тут поэтому здесь в принципе это не особо огромная разница и не принципиально то есть чем он этот персонаж вообще ценится две массовые атаки то есть это очень неплохо и третий скилл у него бьет очень таки больно на своем этапе игры когда я только начинал то есть он своим третьим скиллом жахал такие неплохо особенно если вы походите вторым скиллом там я не знаю к примеру до вас быстро дойдет ход и тогда раздаст третий скилл по масс расколу вы понимаете вы скорее всего там чуть бы не шотните всю свою всю противоположную команду но опять же это мечты это не всегда так это зависит будет от ваших рун поэтому что скажу об этом персонаже арена начальная естественно гв никто я не видел чтоб его использовали к примеру там от одной голды и выше и тому подобное или просто на высоком этапе гвшки где уже очень сильные персонажи минус этого персонажа он тонкий он очень тонкий хп естественно из-за того что он атакер хп у него родное очень маленькая и плюс начальная скорость не особо большая поэтому скоростного дамагера вы с него вряд ли сделаете вряд ли сделаете то есть его зачастую предел скорость это где-то 140 150 и то это он будет считаться очень таки скоростным но за счет своего первого скилла он пополняет очень быстро свою полоску хода поэтому может нанести неплохой урон где и как я его рекомендую по началу игры если он вам выпал советую его эвейкнуть прокачать скиллы не думаю что ему возможно будут попадаться другие персонажи которые вам не нужны будут можете и прокачать ему скиллы то есть этим персонажем многие проходят даже башню ну многие как скажу просто его используют чаще чем там какой-то другой говношлаг и так далее и тому подобное моя средняя оценка его восемь с половиной для арены для начального этапа я не беру там не знаю три монаха и там какой-то архангел в дефе вот то есть для начала восемь с половиной в атаке он очень неплохой дт вот в защите естественно я его не рассматриваю защите тяжело его использовать поэтому неплохой монстр едем дальше переходим к водяному опять же прошу прощения подлагивает вот он только показал испугался второй монстр используется чаще на арене скажу почему потому что из-за его третьего скилла которому мы сейчас перейдем опять вернемся к первому скилу то же самое ничем не отличается один и тот же скилл у всех монстров второй скилл отчасти немного интереснее так как вот к шансу крит удара при крит ударе вводит противника в ступор в чем прикол так скажем этого монстра ему желательно собрать хотя бы 50 процентов шанса крита хотя бы 50 процентов шанса так как у него по-моему тоже лидер к дал только к водяной стихии 23 процента если вы соберете 50 процентов шанса крита то есть ваша вторая атака всегда будет критовать но естественно я не беру в учет каких некоторых монстров и защиту открыта то есть это вы должны тоже думаю понимать назовем так и то есть если вы критуете то у вас есть шанс застанить этого монстра опять же это не стопроцентный стан и он у вас не будет всегда срабатывать но как показывала мне практикой это уже этого персонажа использовал по началу она арене то есть ну не знаю процентов 95 даже противоположную кстати стихию если вы критуете то есть он достаточно часто станет поэтому очень неплохой контроллер вот едем дальше и чем он естественно ценится этот персонаж особенно на высоком этапе его часто используют скоростные пачки почему потому что вот баф называется адреналин он добавляет 50 процентов атак бара то есть вы понимаете если ваш персонаж начинает там не знаю с такой полоски в середине то есть вы добавляете еще 50 процентов то есть фактически вся ваша party сразу же готова ходить невзирая ни на что то есть это 50 процентов это там не 20 процентов которые дает мэган там либо подобные персонажи и так далее тот же к примеру кто там еще белка 30 процентов до здесь 50 процентов и очень такие полезный баф то есть шанс крита плюс 30 процентов на три хода что тоже неплохо где этот персонаж используется естественно 99 процентов где он может использоваться это арена и гв то есть для скоростной пачки просто так если у вас очень медленная пачка танкопати и вы будете использовать этого кури ну мало она вам даст руку то есть этот персонаж используется и можно сравнить вот на большом этапе отчасти немножко с бернарда то есть он ускоряет ваше party для чего для того чтобы они походили быстрее быстрее противоположной party а на арене скорость вы понимаете решает зачастую так как выбираются два направления что ли то есть это либо скорость либо пережить скоростного персонажа а потом в ответ нанести какой-то там урон то есть либо защита хп там танкопати либо скоростной пати это самые популярные две так скажем пачки на арене вот поэтому этот персонаж очень таки будет цениться естественно лучшими рунами для него то есть ему нужно из-за того что у него начальная скорость вообще-то по-моему 95 то ли 96 и при веке вот он получает 97 скорости он медленный персонаж то есть те у кого ниже 100 скорости они считаются очень таки медленными то есть если пиво бафнули к примеру и у него скорости сейчас было бы около 110 уверяю вас там чуть бы не у каждого наверно 2 он бы появился в пуле третий скилл очень сильно опустит свою команду поэтому лучшими рунами для него будет что при начальном этапе что там в лейте это естественно свифт то есть вы должны ему сделать максимальную скорость хотя бы хотя бы 200 хотя бы 200 то есть скорости зачастую этот персонаж должен ходить первым если у вас нет бернарда так как если вы походите бернардом потом походите этим пури но хотя в принципе тоже неплохой вариант если к примеру у вас люшен очень медленный там не знаю либо ваша валька но очень медленная то есть вы своим бустом от бернарда и от пори дадите очень неплохой так скажем пусти вашей команде пример party если взять к примеру к примеру для люшена да это в лидеры поставить бернарда потом взять этого пори взять пирата водяного но это идеальный даже так скажем назовем состав для скоростной пачки и естественно же люшен то есть пускай у вашего люшена табу чуть бы не 120 скорости я почти уверен что он походит быстрее чем вражеская хлоя у которой там к примеру даже за 200 скорость если конечно же у ваших двух персонажей у пури и у бернарда будет скорости там чуть больше 200 тогда то есть они обугонят эту деву черную ладно красную но с красной поэтому оценка этого персонажа на арене что поначалу что владе могу поставить строгую хорошую девятку так как персонаж его единственный минус он очень тонкий а второй такой небольшой минус но все-таки тоже можно учесть минусом у него маленькая начальник маленький начальный показатель скорости поэтому в слабых рунах если вы сделаете там 150 скорости это этот персонаж мало чего он покажет и не раскроет весь свой потенциал поэтому нужны очень хорошие руны тогда и можно его в принципе прокачать но по началу игры естественно можно использовать едем дальше ветер 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 где она у нас там кстати вообще не помню какие там скиллы у ветра сейчас будем смотреть по моему тоже кита массовая грузится долго пейте чайчик итак пришли мы к ветру докатились и вот наш андуриль почему-то всегда назвал андурель тебя блогу на красивее андуриэль ва хвощи да такая фраза как это не твоя вина звучит как-то по-грузински согласны это не твоя вина ладно вернемся к пури ну то есть кон кондуриль буду его назвать андурель если вы не против мне как-то проще кстати посмотрите у него скорость еще больше чем у пури у того было 95 по моему это у пури 97 у андуриль 98 знаю чем это связано зачастую скорость у всех одинаково представитель чаще всего чаще все но здесь какая-то скорость к лана первый скилл опять же точно такой же второй скилл атакует всех рогов с шансом еще силу атаки то есть вы видите там у огненного раскол на защиту что более полезно чем на атаку но не во всех случаях естественно а вот этого персонажа и по моему шанс там по моему 70 было лишь что-то здесь шанс 80 процента я так понимаю если вы будете аточить скилл эту шанс там догоняться до сотки это я так думаю мне так кажется вот поэтому массовый раскол на атаку зачастую бывает полезны и третий скилл атакует противника подавляющей ненавистью и понижает индикатор атаки до нуля независимо от свойства противника это так и всегда приходится как разрушающий удар что означает разрушающий удар к примеру есть когда вы атакуете допустим ветром атакуете воду у вас есть шанс нанести обычную атаку то есть 120 процентов атаки так как вы уже так скажем доминируйте над стихией у вас есть шанс нанести крит если у вас крей сработал и у вас есть шанс нанести, так скажем, вот, разрушающий удар, ну как бы его назвать, я не помню как его толком называют, то есть в чем прикол этого урона, он так скажем некий средний урон между критом и между обычной атакой, плюс у этой атаки больше шансов нанести какой-то дебаф, ну как мне показывает практика я могу немного ошибаться, может мне где-то везло как же называется эта атака будем называть ее так, доминация над стихией вот, то есть это средняя атака между вашим критом и между обычной атакой, то есть вы понимаете, то есть этот персонаж знаете с кем его можно сравнить? с Теомарсом, точно, вот у Теомарса пассивка, который в принципе пофиг кого месить, он всех бьет одинаково всех абсолютно, он бьет одинаково он не взирает на стихию и он всех бьет с уроном в сто двадцать процентов, то есть двадцать процентов бонуса идет по любой стихии, он бьет то есть у этого персонажа такая же фигня то есть в чем полезность этого персонажа к примеру, там, какому-то баферу я не знаю, какому-то ДД опустить полностью атак бар до нуля то есть этот персонаж попросту не походит и сразу перед укруном опять же можно надеть Деспайр хоть и одна массовка, но все равно три скилла юзабельных и к примеру я его сравню, знаете, с каким скиллом у Боретты, Сильфа Огня есть второй скилл называется Турбулентность тоже понижает атак бар до нуля и приятно, когда ты, во-первых, понизил атак бар до нуля а персонаж уже фактически должен был походить, вот к примеру, та же Часунка да, она вот-вот сейчас должна походить там кинуть, баф, отхилить всех там, короче, разорвать вашу команду и показать, прошу прощения привет в смысле показать вот эти все дела а вы мало того, что использовали турбулентность, понизили атак бар до нуля так еще и застанили то есть, следовательно, у вас привилегия над этой Часункой в два хода в два хода единственное, конечно же, если она не в вилах потому что есть шанс, что она выйдет со стана и тут же сможет походить вот, я не беру в учет вилы то есть, это очень неплохой контроль но, опять же, если сравнивать к примеру, этого персонажа можно даже назвать не столь атакующим как более таким если вы знаете такое понятие семи-дд то есть, помощник дд даже больше его можно перевести к саппорту опять же, могу немножко перейти к доте там многие персонажи, которых вы всегда можете увидеть на линии они там убивают, одевают кучу рапир так скажем, они ддшники которые должны выносить всю тиму зачастую их можно использовать как и саппортов что, в принципе, тоже неплохо так вот, сравню и с этим персонажем его можно использовать как саппорта понижать атак бар вот нанести неплохой урон плюс раскол плюс стан это очень неплохой вариант но, опять же, для начала игры если сравнить его с пури пури будет полезен и для скоростной пати если его оставить да, к примеру, даже там к примеру, вы перевели на 6 звезд хотя, не советую так как пури переводить на 6 звезд если у вас нет для него подходящей уже пачки а не так, что ой, переведу пури на 6 звезд а там, может, у меня попадется пират может, у меня попадется люшен там, не знаю ну, тому подобные персонажи там, не знаю, химера, ветра да, да, бля-бля-бля вот, то есть, сначала ставьте на 5 звезд и так далее этого же персонажа, ну, не знаю до 5 звезд, я думаю, можно прокачать а вот дальше то есть, в лейте вы его никогда не увидите на арене в защите уж точно да, и в атаке я не вижу чтоб его использовали поэтому средняя оценка для начальной стадии арены все-таки, так скажем он не до конца и атакер так как он не сможет выдать огромнейшего урона к примеру, как огненный огненный в этом плане поболее дамаги выдаст плюс его можно потом же использовать будет в башне поэтому средняя оценка я выставлю ему 7 то есть, не лучший он ветреный показатель даже среди 3 звезд вот для арены ну, я сравниваю я не беру в учет ГВ так как многие не участвуют ГВ там на своих 25-30-х даже доходя до 40-го уровня кто-то не хочет на ГВ сидеть потому что считает что он слабый кого-то просто не берут потому что он слабый кто-то думает вот докачаюсь я до 40-го вот там подниму пару монстров хотя бы до 6-ти а потом уже буду там проситься в какую-то гильдию и вы правильно сделаете вот таких людей уважаю а то когда 8-й уровень просится в гильдию хорошо, когда места есть почему бы и не взять пускай ему капает там тех 10 очков с каждой войны если мы ее выигрываем мне не жалко не я их распределяю вот поэтому а когда вот просится ой, поставьте меня в атаку я там 15-й уровень и у меня же есть там не знаю полярка воды на полярке воды руны 1-2 звезды которые проточены плюс 3 с половиной либо плюс 4 и он будет убивать всех он будет карать нагибать и просто мешать всех с шоколадом да и всех толкать во все отдыхательные и пихательные пути поэтому не нужно так делать и я вас прошу не мучайте людей так заговорился я об этом персонаже поэтому ну да не лучший представитель ихнего семейства назову так на данный момент худший и перейдем к свету вот свет и тьму я вообще уже даже не помню что там у них да как да чем дальше в лес обещаю побриться так где он у нас где он у нас где-то сейчас загрузится вот он дроган или дроган 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 будем дроганом назвать скорость у него видите 95 как и у огненного насколько помню да у огненного по-моему тоже 95 или 96 неважно вот первый скил обычный назовем вот так пронзает противника приводит ступор точно такой же скил как у водяного монстра не будем на нем зацикливаться наносит большой урон правосудие устраняет все усилляющие эффекты ого правосудие устраняет все усилляющие эффекты единственный вопрос русский корявый перевод если честно если он у вас попался назову так я не хочу так скажем быть лопухом который якобы типа не подготовился гайду и тому подобное но вы же понимаете многие монстры особенно свет и тьмы которых никто не использует нигде не посмотришь на них их либо скармливают либо просто не могут достать все-таки свет тьму тяжеловато достать в игре это одни из самых редких монстров это понятно свитки не падают и там с неизвестных свитков вам никогда не упадет там света либо тьмы к примеру монстр поэтому скиллы нужно тестировать скиллы нужно смотреть я не буду сейчас залазить в интернет и высматривать это то есть если у вас выпал этот монстр проверьте его то есть есть Я расскажу, так скажем, две истории о нем, если этот скилл массовый, то оставляйте, это очень неплохой начальный, назовем его даже контроллером, потому что этого персонажа можно будет одеть в Деспайр, и с кем его можно сравнить, с тем же шариком ветра, то есть аквилой, он мало того, что сможет, если, опять же, я повторюсь, если он со всех снимает бафы, если он снимает с одного персонажа, скармливайте абсолютный бред, серьезно. Он не будет того стоить, разве что, опять же, поначалу, очень такой начальный этап арены, но если этот скилл массовый, то, ну опять же, в принципе, я не буду вам врать, я рассказываю две степени, а там уже, если он вам попался, вы просто, я не знаю, проверьте там, зайдите на вулкан, первая локация, неважно какая там степень, дождитесь там третьей волны, для того, чтобы главный центральный монстр кинул баф, и после этого провязайте третий скилл. Если снимет, точнее, если вы наводите прицел, так скажем, и можно атаковать всех, значит скилл массовый, если снимет хотя бы там с двух-трех персонажей, оставляйте монстра, очень неплохой вариант. То есть массовое снятие дебафов, особенно поначалу, в начальной арене, где у некоторых уже попадаются там всякие Акасис, Хлои и тому подобное, вы в Деспайерсете на этом драгане сможете сделать, так скажем, очень интересный расклад. В пати зайдете, мало того, что, и да, этот персонаж должен быть с одной стороны скоростным, но не настолько, чтобы обогнать чужую Хлою, то есть ему скорость можете сделать среднюю, и желательно, конечно же, во второй слот эту скорость ему сделать. По поводу там четвертого, шестого, смотрите сами, лучше одеть его ХП, так как он якобы и считается атакующим монстром, но вы видите, от его третьего скилла огромного урона вы не дождетесь, так как любой скилл, который там снимает дебафы, там, особенно если это третий скилл, то есть этот скилл не может наносить по дефолту огромного урона, это невозможно, то есть, ну, для трехзвездочного, естественно, монстра. Поэтому третий скилл, чем он будет цениться, это снять дебафы, и тут же у вас есть шанс застанить монстра. Сразу скажу, если у него скилл работает так же, как у Аквилы, к примеру, если Аквила снимает бафы, снимает бафы, к примеру, Хлоя, да, походила, накинула на всех неуязвимость, если он снимает этот баф, он может застанить этого же персонажа, но урон ему не пройдет, так как весь урон как бы проходит в щит, который по окончанию нанесения этого урона якобы снимается, то есть вот такая вот механика у этих скиллов, и я думаю, механика у него, если, опять же, этот скилл массовый, точно такая же. Поэтому проверьте, если скилл массовый, персонаж хороший, если скилл в одно лицо, бросайте корм и так далее. Поэтому средняя моя оценка, ну, по поводу корма не буду говорить, если скилл массовый, то этот персонаж может вас далеко, так скажем, протянуть, если у вас нет какого-то масс, там, не дебафера, а массового снятия бафов. Поэтому неплохой будет вариант. Опять же, протестируйте и отпишите мне, мне самому будет интересно. Так, перейдем к последнему, заключительному персонажу. Кстати, вот реально, заинтересовал меня этот светлый. Заинтересовал. Знаете, чтобы было бы классно ввести какое-то такое, даже некое приложение, возможно, блин, нужно кому-то где-то предложить, чтобы сделали что-то типа, даже вот переодевалки, я знаю, есть по рунам, а чтобы можно было зайти, к примеру, на какой-то там, знаете, как там во всех играх, типа линейки, какой-то бета-сервер, зашелся, точнул весь шмот, там, одел любые руны, вот, там, подрался против кого-то на арене, то есть такое, ну, никаких там статистик и тому подобное, то есть, чтобы вы могли протестировать любого монстра. Согласитесь, да? Ведь идея, это классная. Я думаю, многие о ней задумывались даже. Вот так вот зашел, вот, к примеру, там, взял вот, о, упала там, не знаю, валькирия, там, не знаю, света, либо тьмы, к примеру, там, света, крома, ага, одену-ка я ее как танка, блин, а у меня же нет таких руна, интересно, сможет она зарулить в этих рунах или нет, а дай-ка я зайду в чат и спрошу SD на Ахмана на 404-м канале, и думаю, мне 50 человек ответят, скажут, да, сейчас добавляйся в пати. Вы понимаете, да, бред такой же абсолютный. Поэтому было бы прикольно. Так, едем дальше, едем дальше. Вот такое приложение даже я бы скачал бы, так как очень многие персонажи протестировать очень бы хотелось бы. Так, где он нос? Что я уже далеко? А, еще не прогрузился. Вот, сильф. О, третий скилл у него очень интересный. Ну, скажу так, этот скилл сразу напоминает какой-то там Ахайя, Алах, Алах, Акбар и все такое. Пройдемся быстренько по скиллам. Первый скилл ничего интересного, такой вот скилл, замечает защиту. То есть, скилл как и у огненного, то есть, неплохой, то есть, массовый раскол. И третий скилл, что самое в нем, с одной стороны, интересный, с другой стороны, бесполезный. В момент смерти наносит врагу 33% от своего максимального здоровья. Уменьшает восстановление на один ход. Автоэффект. То есть, откат навыков через 10 ходов. А, откат это из-за того, что его могут, ну, допустим, воскресить. Сильфа, то есть, чтобы не было такого воскресил, сдох опять, взорвал кого-то, воскресил. То есть, такой, этот персонаж, некий, назовем его так, смертник. Действительно, смертник. Так как, к примеру, на таком этаже, где же он используется? Темная, я забыл, как ее зовут. У нее, по-моему, там имя с четырех каких-то букв. Темная Хелл-Леди. Она, я не помню, опять же, на каком этаже стоит. В общем, у нее четыре вот этих вот сильфа. Кстати, да, его так и зовут сильф. Прикольно. Вот, этих четыре сильфа. И в чем прикол в прохождении, и у меня есть, кстати, и видео, естественно, отдельное. Первый-сотый этаж. В чем прикол, если вы, к примеру, да, смотрите это видео, и там застрели на этом этаже. То есть, этого монстра, минус его, вот этого третьего, пассивка не сработает, если вы этого монстра добьете дотом. То есть, демер, демидж овертайм, прошу прощения. То есть, это вот, тот же вот, кстати, скилл. Черепок вот этот, который горит. То есть, если персонаж умирает не от урона руки, так скажем, а вот дебаф от дота, то есть, этот дебаф не срабатывает, и неважно, кто на него там дот повесил и тому подобное. То есть, он просто умрет, и все. И никому не нанесет урон. Но, если вы, к примеру, этого сильфа, просто по приколу, там, не знаю, оденете, там, в три энергии сета, то есть, сделаете ему, там, около, там, ну, для начального этапа никто не будет, извиняюсь, этой ахинеей заниматься, там, на трех голдюнях и выше. Если вы поначалу где-нибудь, хотя бы, там, двадцатку тысяч хп, и, к примеру, да, там, какой-то ддшка походит и добьет вашего вот этого вот сильфа, у которого там останется тысяч, шесть, семь хп, он попросту лопнет, он взорвется, то есть, он умрет, у него не останется ни один хп, ни так далее. То есть, если урона хватает, то есть, он умрет. Либо, даже если не умрет, повешается еще один, повешается дебаф на восстановление хп. Вот, то есть, его не смогут подхилить. Поэтому, полезность этого монстра, она очень и очень, так скажем, печально, скажу так. Так, единственное, да, так скажем, где этот персонаж задал бы, вот я же говорю, это на одном из этажей башни Туа, а так, этот персонаж, я думаю, так же, как и Ветра, да нет, по-моему, даже Ветра более юзабельный, я скажу так. То есть, этот сильф, ну, серьезно, ни о чем, если он вам попался, вы его можете смело либо оставлять для коллекции, либо скармливать любому другому представителю. Серьезно, в этом плане, любому. Я вижу, так, наверное, в каждом сетапе монстра, в каждом семействе, буду находить одного такого, знаете, полу-полу, что соу-соу, да, что очень, представителя очень слабенького. Поэтому, серьезно, не вижу я потенциала в этом монстре. Единственный его плюс, это только второй скилл, массовый раскол. Вы можете по приколу там поиграться, поприкалываться, но, опять же, этому персонажу, с одной стороны, его нужно одеть в хп, с другой же стороны, его нужно одеть в атаку. Это, как видите, монстр атакующий. И сделать с него ни рыбу, ни мясо, такой абсолютный бред получится. Оденете вы его полностью в атаку, там, 2, 4, 6, к примеру, чуть бы там не в топовые руны, у него будет 10 тысяч хп. А толку от этого? Вот реально толку от этого? Если он, когда умрет, нанесет кому-то аж 3 тысячи урона. Обалдеть. С таким же раскладом вы лучше прокачайте там того же Вэрвульфа Тьмы, который со своей пассивки и в таких средних рунах будет каждому за счет его крита наносить там 4-5 тысяч хп. Это и то полезнее, чем вот этот вот персонаж. Поэтому, серьезно, не советую вам его качать и даже переводить. Разве что на 5 звезд вы можете перевести, чтобы скормить кому-то на 6. Поэтому моя ему оценка абсолютный 0. Абсолютный 0 это сплошной корм. Хотя я и обещал не говорить таких слов, как корм и там персонаж отстой, кал, шлаки и тому подобное. Но вы видите, я вам рассказал о нем все его... Да нет у него плюсов. Разве что второй скилл. Поэтому как-то так. Если ему поменяют, к примеру, его как-то там переделают и сделают ему вместо атаки хп, и там сделают, допустим, какой-то там, я не знаю, там скиллы от хп и еще что-то, то возможно, возможно, он что-то сможет сделать. Хотя, маловероятно. Серьезно. Вот поэтому, в принципе, для себя я сохраню, запомню, какой был, значит, восьмой, так скажем, по счету монстр. Поэтому, думаю, рассказал многое, рассказал то, что знал. Где-то, возможно, что-то не так рассказал. Поправьте меня, буду рад. И по поводу светлого, да, отпишите в комментариях, если кто-то его юзал, либо видел видео. Я также сейчас поищу, так как третий скилл меня реально заинтересовал. Я не говорю, что это топ-персонаж, его нужно сейчас вложить кучу бабок, достать и вот тому подобное. Но, возможно, если он массовый, то это замена Аквили, это замена Прахи, это замена Чхиву. Любым монстрам, которые массово снимают бафы с кого-то. А это часто решает. Поэтому всем спасибо за просмотр данного видео. Надеюсь, в дальнейшем буду чаще вылаживать подобное видео. Всем спасибо за просмотр. Комментируйте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok